На региональное министерство транспорта подали в суд, это сделали тверские компании-перевозчики. Причина массовых заявлений – недовольство решениями ведомства в отношении контроля за стоимостью проезда в маршрутках. Тему продолжит наш корреспондент Мария Шалованова. Свои заявления на имя председателя арбитражного суда Тверской области направили 9 самых крупных перевозчиков. Это владельцы маршрутов номер 55, 223 и 51. Они просят признать действия регионального Минтранса незаконными. Ведомство направило им уведомление об изменении тарифной политики. Простыми словами, если раньше владельцы коммерческих маршрутов могли самостоятельно устанавливать стоимость проезда, то теперь за них это будет делать специальное подразделение. В рамках внедрения новой транспортной модели все полномочия по регулированию маршрутов Твери городская администрация передала в ведомство Министерства транспорта, которая в свою очередь подтвердила, что с 1 февраля 2020 года согласовывать тарифную политику компаний-перевозчиков будет региональная энергетическая комиссия. В связи с этим тверские маршрутчики напоследок стали повышать цены. С понедельника стоимость проезда в автобусах номер 55, 223 и 51 поднялась с 25 до 30 рублей. Однако тверское отделение УФАС среагировало мгновенно, выдав им предостережение о незаконности подобных действий. Выдача такого предостережения означает, что еще нарушения нет и признаков его нет, но поскольку публичное заявление сделано, то если эти действия действительно будут совершены, то вот такие признаки могут возникнуть. Вот если такие признаки возникнут, то, естественно, в дальнейшем мы уже будем рассматривать иные наши полномочия. Антимонопольный орган, прежде чем принять такое решение о возможности выдачи предупреждения либо возбуждения дела, должен совершить определенные процедуры. Должен много чего установить для того, чтобы принять решение, есть ли основания или нет оснований для принятия этих мер. Но что касается заявлений в арбитражный суд, то у перевозчиков одна просьба – отменить уведомление Минтранса. Предварительное судебное заседание назначено на конец октября-начало ноября. Мы будем следить за развитием событий.